Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по второму посланию к Тимофею, первоверховного апостола Павла, и сегодня мы будем делать обзор второй главы. В этой главе апостол Павел дает Тимофею много наставлений и указаний, очень полезных для всех нас, христиан, как полезных для священнослужителей, так и для христиан вообще, ибо они были предназначены и тем и другим, эти наставления. Первое. Павел ободряет Тимофея в его труде, показывая ему, откуда он должен получать помощь. Об этом первый стих. Я напоминаю, это послание, это последнее послание, которое вообще было написано Павлу. Второе. Он, Тимофей, должен позаботиться о преемственности в служении, чтобы оно не умерло вместе со смертью Павла или вместе со смертью самого Тимофея, чтобы это служение продолжалось. Об этом второй стих. Далее. Павел призывает Тимофея быть верным и стойким в служении, подобно воину и земледельцу, и учитывать при этом, каков будет конец всех его страданий. Об этом с 3 по 15 стих. Также дает наставление удаляться непотребного пустословия, ибо оно вредно и пагубно. Это 16 по 18 стих. Говорит об основании Божьем, пребывая на котором, мы имеем твердый фундамент под ногами. Это с 19 по 21. Наставляет, чего Тимофею следует избегать, как молодому человеку. Речь идет о юношеских похотях и глупых и невежественных состязаний. И говорится о том, чего надо держаться. Об этом с 22 по 26 стих. Архиепископ Аверкий Таушев пишет, Вторая глава содержит более подробное увещевание к твердости духа и самоотвержению при прохождении пастырского служения. То есть эта тема, начатая в первой главе второго послания к Тимофею, более раскрывается во второй главе. Итак, первая подтема. Он, Павел, ободряет Тимофея в его труде, показывая ему, откуда он должен ожидать помощи. Первый стих. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Иисусом Христом». Очень емкие и очень конкретные слова. Святитель Иоанн Златоуст пишет. «Ученику в море придает много бодрости то, когда учитель его потерпел кораблекрушение и спасся, потому что он уже не думает, что бури нападают на него от его неискусства, но от естественного порядка вещей. А это немало способствует к поддержанию бодрости. Равным образом и начальнику отряда на войне служит ободрением то, когда он видит, что полководец его, будучи ранен, остается мужественным. Так и для верующих служит утешением то, что апостол претерпел много бедствий, и ни от одного из них не упал духом. Иначе, если бы это было не так, Павел и не говорил бы о своих страданиях. Тимофей слышит, что учитель, сделавший так много и победивший всю Вселенную, находится в узах, в скорбях, оставлен своими, и однако не жалуется, не негодует, и сам, подвершись таким же бедствиям, не стал бы приписывать случившегося человеческой слабости или тому, что он ученик и меньше Павла. Ведь и учитель терпел тоже по естественному порядку вещей. То есть очень важно, когда мы подражаем служителям Христа, которые претерпели и взлеты, и падения, в жизни которых были и медные трубы, и всеобщее презрение, и непонимание. Неприятие. Такие могут научить нас больше, чем те, у которых все как-то так ровно, без колебаний. Далее Павел настаивает на том, что Тимофей должен позаботиться о преемственности служения, чтобы оно не умерло вместе с ним, Тимофеем, и вместе с Павлом. Павел ожидает уже казни, находясь в Риме. Об этом второй стих. «И что слышал от меня, при многих свидетелях, то передай верным людям». То есть то успей передать верным людям, которые были бы способны и других научить. Вот те занятия, которые мы с вами проходим на библейском портале «Экзегет», они имеют целью, чтобы священнослужители передавали бы наставления вере, которые получили от предшествующих, новым верующим, а чтобы те, в свою очередь, передавали эти знания другим поколениям. Архиепископ Аверки Итаушев пишет, «То есть то, что ты слышал от меня о Господе Иисусе Христе и о совершенном им деле спасения человечества, что я говорил тебе, не рабея и не на ухо, а открытый при всех, не боясь обличений и гонений от неверующих, то самое «передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Здесь надо вспомнить, что Тимофей, в общем-то, молодой человек. И то, что Павел говорит ему, ты должен уже позаботиться о том, чтобы передать веру другим поколениям, это обусловлено тем, что гонения были на всех епископов церкви того времени. И епископы первые подвергались мученичеству и смерти. Далее Владыка Аверки пишет, «Под этими верными людьми толковники древние и новые понимают епископов и пресвитеров», то есть те, кому Тимофей должен передать начатки веры, наставления. Речь здесь идет о том, что святой Тимофей должен подготавлять среди верующих лиц достойных рукоположений в епископы и пресвитеры, чтобы передать им все истины богооткровенного учения, а в особенности, как некоторые толковники полагают, образ совершения таинств церковных, который передавался тайно и устно, как уверяет святой Василий Великий, хотя при свидетелях из круга старейших верных, чтобы вернее сохранилось. Это относится к епископам, пресвитерам, коих имел рукополагать святой Тимофей. То есть речь идет о совершении таинств. Да, в Новом Завете сказано, что идите и крестите, но не сказано крестить в одно погружение или в три. Исторические церкви, такие как православные, римнокатолические, даже лютеранская церковь и англиканская, они крестят в три погружения или в три окропления, а вот уже неопротестанты, они крестят в одно погружение. Такие вещи нигде не записаны, как бы были до определенного момента. В Новом Завете нету, но в порядке передачи предания это сохранялось. Можно ли крестить младенцев? Тоже исторические христианские церкви говорят, да, можно крестить младенцев. Младенцев крестят и православные, и католики, и протестанты. Только неопротестанты, сектанты, где крестят младенцев, они настаивают на том, что надо крестить только взрослых. Таким образом, во многих христианских общинах, там, где хоть как-то сохраняется предание или сохраняется в совершенстве, есть ответы на многие вопросы. А те, которые сами оставили себя один на один с Библией, отказавшись от священного предания, в результате рассыпались на множество мнений, пустословий и взаимоисключающих, взаимопротиворечащих практиках. Далее. Он, Павел, призывает Тимофея быть верным и стойким служения, подобно воину и земледельцу, и учитывать при этом, каков будет конец всех его страданий. То есть страдания, они неизбежны. И жизнь каждого служителя, так или иначе, она обрывается тогда, когда Бог принимает об этом решение. Об этом с 3 по 15 стих. «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Добрый воин, то есть профессиональный воин, который учится терпеть, стиснув зубы, и переносить любую боль. «Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику». Ну, он не сеет там пшеницу, не выращивает коров, чтобы угодить своим командирам. Он являет пример мужества во время боя, иначе он не воин, а какой-то крестьянин. «Если же кто подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться». То есть здесь речь идет о том, что если кто-то подвизается, начинает там проповедовать Евангелие, не увенчивается, мы не видим благословения, но это связано с тем, что он незаконно подвизается, как сектанты, которые сами себя посылают на проповедь Евангелия, хотя никто их не посылал на проповедь Евангелия. Да, Христос сказал, идите научите, но при этом мы знаем, как в церкви посылали на проповедь. По пророчеству, с молитвой, отделяют Варнаву и Павла, с постом молятся над ними, возлагают руки и отправляют их на проповедь. И в Новом Завете сказано, как проповедовать, если не посланы. Поэтому незаконно подвизается тот, которого церковь не уполномочила совершать то или иное служение, а он самочинно, по гордыне, берет это на себя. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Но кто первый пробует плоды, как несадовник, как неземледелец? «Разумей, что я говорю тебе, да даст тебе Господь разумение во всем». А вкушать от плодов – это радоваться тому служению, которое ты совершаешь, и пользоваться от него для собственного существования, ибо служитель кормится от благоествования. «Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему». Здесь немножко непонятно. «Помни воскресшего по благослованию» – это неправильно. «Помни воскресшего по благоествованию моему, я об этом рассказывал, я это проповедовал, это было содержание моих проповедей, за которые я страдаю даже до ус, как злодей». Он был под арестом. «Но для Слова Божия нет ус». То есть нельзя посадить в тюрьму Евангелие, это невозможно. «Посему я все терплю ради избранных, избранных ко спасению, дабы они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славою». То есть Бог уже кого-то предызбрал, может быть, до них еще не дошло Слово Божие, но важно засвидетельствовать верность этому Слову и своими страданиями. «Верно Слово, если мы с Ним, то есть со Христом, умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Если Бог есть любовь, то Он всегда любовь. «Сие напоминай, заклиная пред Господом, не вступать в слова прения, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих». То есть не надо устраивать такие баталии, какие-то споры ненужные. И Христос это говорил, «Не мечите бисер перед свиньями. Старайся представить себя Богу, то есть предоставить себя Богу, достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово истины». Далее апостол Павел советует Тимофею удаляться непотребного пустословия. Эта тема у него часто встречается. «Ибо оно вредно и даже пагубно». Об этом 16 по 18 стих. «А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии». То есть те, которые порождают это пустословие. «И слово их, как рак, будет распространяться, таковы именей и филит». Филит – это какие-то спорщики известные, и их пустословие, как рак, как клетки рака распространяются. В те времена рак воспринимали видимым образом, как открытые формы рака, и вот эти болячки, опоясывающие тело, они растут, растут, умножаются. «Которые отступили от истины». Те, которые доказывают истину спиной у рта, они отступили от нее. «Которые отступили от истины, но они и в смысловом разумении отступили от истины, то есть стали неправо учить. «Которые отступили от истины, говоря, что воскресенье уже было, и разрушают в некоторых веру». То есть они сводили воскресенье к тому, вот вы уверовали во Христа, это значит, что вы воскресли. Далее апостол говорит об основании Божьем, которое стоит непоколебимо и твердо. 19-21 стих. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию». Печать всегда имела текст, и Павел говорит, что на этой печати нашего основания. «Познал Господь своих». Вот это для нас основание веры, Бог нас знает. И еще одна цитата на печати. «Да отступит от неправды всякий исповедующее имя Господа». Отступить от неправды, то есть от неправильного образа жизни и от неправильного разумения истин веры. «А в большом доме есть сосуды». Здесь он говорит о том, что есть разные люди и в церкви, и в мире. «А в большом доме есть сосуды, не только золотые и серебряные, имеется в виду, как апостолы и их ученики, мужи апостольские. не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». То есть не обязательно, что все будут апостолами, не обязательно, что все будут мужами апостольскими, не обязательно, что все будут епископами, пресвитерами, деканами. Каждый осуществляет свой апостолат в том виде, в каком Господь поручил ему. Мать и бабушка воспитывают ребенка и внука, мужчина добывает хлеб насущный и жертвует на церковные дела, и у каждого есть свое применение. Далее апостол Павел призывает Тимофея избегать юношеских похотей, глупых, невежественных состязаний и показывает, к чему надо стремиться. Об этом с 22 по 26 стих. «Юношеских похотей убегай, одержись правдой, верой, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Что такое юношеские похоти? Это похоти, свойственные этому возрасту. Большинство истолкователей говорит, что речь идет о рукоблудии. Тимофей был молодым человеком, еще юношей, ведь Павел писал о нем, «Никто да не пренебрегает юностью твоей». Он был человек увлекающийся, он спортом любил увлекаться, об этом мы знаем из первого послания. А юношеские похоти – это прежде всего рукоблудие, это мечтательность, это любовь к церковым зрелищам, но это было общее для юношей и для зрелых. Поэтому юношеские похоти – это чаще то, что связано с этим возрастом. «Юношеских похотей убегай, одержись правдой, верой, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». И вот архиепископ Аверки Таушев пишет, «бегая похотей юных», то есть юношеских похотей избегай, «под которыми разумеются не только блудные похоти, но и вообще всякие неразумные юношеские порывы. И держаться надо правды, веры, любви, мира». То есть это и похоти, плотские свойства этому возрасту, и то, что связано с особенностями этого темперамента. Там впадать в какой-то необоснованный максимализм и так далее. Феофилакто Болгарский пишет, «Юношеские похоти – не только блудная похоть, но и всякое неуместное пожелание, властолюбие или коростолюбие, но эти страсти и фантазии безрассудны и свойственны нетвердым душам. Смотри, как и старость уподобляется юности». То есть властолюбие, коростолюбие, там фантазия безрассудная – это и у стариков тоже проявляется. «А держись правды», Феофилакт продолжает, «правду и называет добродетель вообще, веры держись, истинной твердой веры и расположение к тем, кого любишь. Как бы так говорит, не будь неверен и не тверд». Поэтому прибавляет следующее – «любви мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». «То есть доверяй только тем, которые призывают Господа непритворно и нелицемерно, которые любят мир, мир как отсутствие войны, и не склонны к расприям. С ними общайся». И теперь по порядку. «Юношеский в похоти убегай, держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». То есть никакой войны не может быть с теми, которые вместе с нами призывают Господа от чистого сердца. Христиане с христианами не воюют. Если они это делают, они уже перестали быть христианами. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться». То есть не просто враждовать нельзя, нам и ссориться запрещено. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем». Ко всем. И Христос говорит то же самое. «Если ты приветствуешь только братьев своих, а что особенного ты делаешь? Так и язычники поступают. «Но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, скротостью наставляй противников». То есть без агрессии, без эмоционального фона какого-то. «Скротостью наставляй противников». «Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». То есть здесь противниками называются люди, которые на службе у дьявола. Но и таких Павел призывает наставлять скротостью. Ведь они могут тоже обратиться. Итак, сегодня отцы, братья, сёстры мы сделали обзор второй главы, второго послания к Тимофею. Если бы им живый Господь позволит, то в следующий раз мы будем делать обзор третьей главы этого послания. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя в это суетное и льстивое время. Субтитры создавал DimaTorzok